Иисус есть Христос Иисус есть Христос Он разрешитель всех проблем Он уже все решил на кресте Абсолютно все решил на кресте Послушай, Он идеально все решил на кресте Сделал все совершенным образом Иоанна 19,30 говорит Свершилось Понимаете? Он примирил нас с Богом Восстановил наши идеальные отношения Отца и Сына Любимого, самого любимого Сына Аминь Я рад приветствовать вас В городе Филадельфия Впервые я здесь присутствую Я очень благодарен Я вообще впервые в США Хотя давно и много ездил по всему миру Я думаю, вот Господу, видимо, угодно было, чтобы И здесь я кому-то послужил Самым великим Личностям во вселенной Потому что нет более высокого положения Звания Регалий Должности Привилегий И чего хотите Чем Сын Бога Жил у вас Аминь Аминь Аминь, святые Аминь Слава Богу Слава Богу Слава Богу Слава Богу Да Очень здорово Давайте мы будем пребывать сейчас Весь вечер в благоговении Перед нашим Господом Кто здесь Верит, что Бог здесь А кто не верит Все верят Кто-то из вас читал Откровение, нет? Яна Вы помните, когда он его увидел Что с ним произошло Он упал Аминь Как мертвый Благоговейный страх был При Господом Давайте мы сейчас Войдем в такое состояние Мы же к нему пришли Мы не пришли К Ивану Мы не пришли даже К пастору этой церкви Мы пришли к Богу Если мы верим Он сейчас здесь Сто процентов Сегодня вы это увидите Царство Божье здесь Значит Невинуемо Его Слово Обязательно Будет сопровождаться Чудесами Чудесами знамения Аминь Аминь Поэтому Не допускайте сомнения Не пытайтесь сейчас думать Интересно Получу я, не получу исцеление Я Если вы верите Писанию Матфея 10, 20 Говорит И Через вашу уста Если вы услышите И примите это слово Как слово Господа Вы получите Обязательно получите Поэтому Не рассматривайте Каждый из вас Может в уме найти Кучу недостатков Надо смотреть Только на Христа Сосредоточиться на нем И не только сейчас А вообще В жизни Постарайтесь Влюбиться в Христа Все послание Которое я несу Это не служение исцеления Это служение любви Любви Нам надо влюбиться в Христа Влюбиться так Что любовь Не то что к матери Или детям К себе В сравнении с этой любовью Будет казаться кому-то ненавистью Именно поэтому Сказал в Писании Кто не возненавидит Свою мать И отца И детей И даже собственную жизнь Тот не доста Но к сожалению Наш плотской извращенный Грехом и природой Разум Не дает нам понять Кто он есть И поэтому И поэтому даже оказавшись на горле Постоянно страдаем от религии, от недоверия к Слову Божьему. Мы постоянно занимаемся чем угодно. Расплываемся по древу веры. И Бог вынужден был на эту глупость Петра. Второй раз после крещения. Сойти в трех лицах. И громогласно, и гром, можете даже открыть, если хотите. 17 глава Матфея с первого стиха по восьмой. И облата сошла, и Иисус преображенный. И он закричал громогласный гром, сам сын мой возлюбленный. На нем мое благоволение. Его только слушайте. Понимаете? И они упали в свадьи. Втрепите. Они получили шок. Оцепенение. Иисус подошел и сказал, не бойтесь. Это Я. И они посмотрели. И кроме Иисуса никого не увидели. Друзья, не обманывайтесь. Не теряйте в жизни время. Не отвлекайтесь на что. Только Иисус. Скажите только Иисус. Только Иисус. Только Иисус. Только Иисус. Только Иисус. Только Иисус. Послушай, если ты даже не каждое воскресенье приходишь сюда, у тебя есть только один шанс для настоящей жизни услышать весть об Иисусе. Если ты ее не услышишь, а услышишь пробовать даже о любимом мною Моисея, ты потерял. Пойми, только Иисус. Только абсолютное доверие Слову Божьему. Только стопроцентное посвящение. Не Твоя. Итак, друзья, нам надо понять одну вещь. Иисус все же решил отрести идеальным образом. Идеальным образом. Но Он сказал, вернусь на землю, найду ли веру о земле. Я Ему все время задавал вопрос. Иисус, ну как ты можешь? Ну как? Ну как ты можешь задавать такие вопросы? Я не понимаю многие вопросы. Ну как ты можешь говорить, найду ли веру о земле? У нас 20 миллиардов христиан на земле. А ты говоришь, найду ли веру о земле. Теперь я вижу, что ему очень трудно будет ее найти. Потому что Сатана подмешал за эти 2000 лет. Очень сильно он потрудился. Он создал у верующих некий вид веры. Умственное согласие со Словом Божьим. Все грамотные, все академии, семинарии покончали, школы библейские, наизусть Библию все знают. Сюда, особенно я приезжу, самое сложное служение, поверите. Таких сложных служений не имею. Даже в Чехии, в самой атеистической стране мира, где никто не мог пробудить, я организовал пробуждение. Потрясающее пробуждение сейчас идет. Просто вся церковь идет по улицам, всех спасает, освобождает, исцеляет. Все. Вся церковь. Она немногочисленная, несколько десятков человек. Но это настоящая, пробужденная Божья церковь. Понимаете? Вот здесь я служил в одной русскоязычной церкви, очень большой. Одной из самых крупных на восточном побережье. И мне потребовалось целый день. Мне сначала пастор дал 40 минут на проповедь и 5 минут на молитву. На утреннем и столько же на вечернем служили. Ну, в итоге я 8 часов служил. И к вечеру начали пробуждаться, оттаивать сердца. И было уже немало чудес. Ну, ну, а почему, почему не захотели еще больше, глубже верующим? Вот если представить Христа как арбуз, то верующие грызут корку. Корку. В лучшем случае, вот нам вот эту уже светло-розовую часть. И думать, что это и есть Христос. Нет! Ныряй глубже туда! Ныряй! Послушай, это такая потрясающая жизнь! Когда ты весь, весь поглощил Христом, когда ты весь сдался Ему, это такая потрясающая жизнь! Такой вкусный арбуз середки! Я восхищаюсь Христом! Наслаждаюсь Христом! А что мне еще делать? Если я точно имею откровение, что Он все уже решил на Христе, абсолютно все решил на Христе, Он сделал это самым лучшим, самым совершенным образом. Лучше невозможно сделать, чем Он сделал. Понимаешь? Если Он идеально решил уже все мои вопросы на Христе, то что я могу сделать? Что я могу сделать? Либо я послушаюсь Его, и как и Он на седьмой день вошел в покой, я тоже войду в покой, уверовал в Него, либо я не уверовал, не уверовал. Если я не в покое, если у меня еще какие-то депрессии, там, нытье, ненависть, зависть, и обиды, и непрощения, то я не уверовал в Него. У меня нет покоя. Евгений 4,3 говорит, а мы, уверовавшие, входим в покой. Аминь. Нам надо войти в покой и успокоиться, потому что Он идеально решил все вопросы уже на Христе. Но поскольку у меня не обновлен разум, я не понимаю, не имею откровения, я совершаю каждый день многократно самый тяжкий грех недоверие Слово Бога. И я каждый день, думая, что я поступаю правильно и делаю себе лучше себе любимому. На самом деле я убиваю свою жизнь. Потому что Римляна 8,6 говорит, помышления плотские суть смерти. Богу угодить не могут. суть вражда, война против Бога. Кто из вас хочет воевать с Богом? Нет таких? Но мы это делаем. Мы это делаем настойчиво, упорно, успешно, каждый день. Итак, сам оцени сейчас образ своих мыслей. Если в основном твой образ мыслей основан на пяти чувствах, то, что я вижу, слышу, осязаю, обводяю, да? А? Если мой образ мыслей преимущественно такой, если большую часть решений я принимаю на этом основании, а не на основании веры в Слово Божье, то у меня плотской образ мыши. И каждым решением я произвожу смерть. Сминет! Да брусь ты, брат Иван, что ты мне сказки рассказываешь? Какой смерть? Я хочу! Мне нравится! Я чувствую! Поэтому так поступаю! Не надо тебе потерять Слово. Потому что у него главное это украсть Слово Божье. Потому что без Слова Божьего ты перед Ним бессилен. Ты ничто перед Ним. Он тебя растопчет и раздавит. Но если ты вооружен Словом Божьим, Он ничто перед тобой. Ничто вообще. Просто ничто. Поэтому друзья, нам надо понять, что Иисус все уже решил для нас на Христе. И если я делаю что-то не по духу поступаю не по духу не по Слову Божьему, то каждый раз я вот это идеальное решение какую-то проблему для себя ухудшаю. Усложняю. От идеального состояния, которое он уже сделал. А Вей? Ученики его спрашивают что есть дело Божье? Что иными словами нам делать, чтобы угодить Богу, да? И наше мышление плоское сразу. Надо много работать или надо много делать для Господа. Надо много слушать, надо много молиться, надо много читать Слово, надо много ничего не надо. Ему от вас ничего не надо. Вообще ничего не надо. Ему от вас ничего Ему надо только одно, чтобы мы влюбились в Него, раз и навсегда влюбились в Него, полностью сдались и поняли, уже не я живу, Христос жизнь моя. Аминь. Аминь. Одно из значений слова молитва, целовать в лицо. Слушайте, вот это все, что ему нужно от вас. Все. А мы настолько религиозные, это так больно, чем занимаются сегодня верующие. А надо его целовать в лицо. Надо влюбиться в Него. Понимаете? Вот представьте простую ситуацию. Вот муж и жена, да, приходит, дорогая, с работы. И так не видел целый день. Хотелось бы ее мне поцеловать. Посмотрел так на жениха. Так, погоди. Погоди. Кроме работы у меня же еще домашние проблемы есть. Я тут дома сейчас позанимаюсь. Как Марфа наведу порядок. Все. Третье, пятое, десятое. Приготовлю тебе тут. Где ночевать там. И так далее. Что там. Для душу все приготовлю. Отпылесочу. Все там. И прочее, прочее. Понимаете? Понимаете? И все. И все. И увлеклась. И покрытием и занимается. И прочее. А Иисусу надо только одно. Ну, не Иисусу. Мужу там, жениху, да? Чтоб любимая скорее подошла. Обнять или поцеловать. Пообщаться с ним. Как? А раз, два, два. Там стирку все и так далее. А ему надо только одну. Просит эту стирку. Он говорит, просит эту стирку. Ну, дело в том, что пылесос работает. Не слышит. Она не слышит. Она не слышит. Вот смотри, она упала к ногам. И все. Иисус сказал. Марфа, Марфа. Ты суетишься много. А надо только одну. И Мария выпала плохую часть. Надо все время наслаждаться Иисусу. Он все же пишет. Довериться Иисусу. Наслаждаться Иисусу. Каждое мгновение. Каждую секунду. В трамвае и в автобусе. В машине и в туалете. На работе и в магазине. Все время только Иисус. В разуме только Иисус. Только Иисус. Надо влюбиться его. Целовать в лицо. А мы как молимся. Нет, еще вот так. У кого-нибудь в руках что-то есть? Нет? В руках? Нет. С девочками не буду экспериментировать. Дайте, пожалуйста, вашу сумочку. Сумку дайте, пожалуйста. Сумку. Я не убегу. Дайте, пожалуйста, вашу сумку. Дайте сумку. Ну дайте сумку. Ну дайте сумку. Ну дайте сумку. Ну что вам жалко? Ну дайте сумку. Ну дайте сумку. Вот так ведут себя подавляюще большинство верующих с Богом, да? Все молитвы такие, да? Дай, 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 все, до свидания, я пошла. Погоди, он кричит, погоди, а как же целую от лица? Я еще обнять тебя хочу, а я хочу поговорить, а ты не хочешь меня маленько послушать? У меня нет, что сказать тебе. Невеста. Нет, некогда. Некогда послушать. Мне семью надо кормить. Мне проблемы надо решать. Мне еще рукеяж надо сделать. Не до тебя, Иисус. Подожди, 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 подожди. Потом, потом. Не просите то, что он уже дал. Он уже все решит отрести. Евсянам 1-3 говорит уже все благословения. Все благословения дал. Все благословения дал. Какие благословения ты еще просушил? Второй Петра 1-3 говорит. Мы все имеем потребное для жизни и благочестия. Скажите, мы все имеем потребное для жизни и благочестия? Не, брат Иван, мне бы, вот сейчас бы с неба упало миллионов пять долларов, тогда бы я был удовлетворен. Послушай, ты уверен, что они тебе нужны? Ты уверен? Подумай как следует. Это такие головные боли. И здоровье и здоровье у бабочек. Поэтому, мы все имеем, все имеем потребное для жизни и благочестия. Все имеем, все. Где все-то покажи? Читай дальше. Через познание. Аминь. Через познание. Через познание призвавшего вас. Понимаешь? Тебе надо познать истину. Иоанна 8-31 говорит. Познайте истину. И истина сделает вас свободными. От зависимости. От болезней. От проблем. К сожалению, верующие, они все время ищут какого-то волшебника. Чипсы, 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 чипсы. Кока-кола, пексикола. Чипсы, чипсы и так далее. У нас куча проблем. Послушай, друг. Какой смысл Богу сейчас исцелять и убавлять ей 30 килограмм, если после этого ты точно 90 добавишь. Потом еще 180. Какие проблемы? Еще больше. А я не пью какой-то пол. Потому что в одном стакане там 12 ложек сахара. 12 ложек. Придете домой, кто увлекается этим, возьмите 12 ложек, съешьте сахар. Аллилуйя. Итак. Вот с сумочкой, помните? Не просите у Бога то, что Он уже дал. Не пытайтесь просить у Него исцеления. Не пытайтесь получить сегодня исцеление. Не пытайтесь. Вы его не получите. С сумкой помните, да? Он уже дал. Надо понять, что Он уже дал. Уже там. Оно уже в вас. Оно уже в вашем духе. Оно уже есть. Надо только рукой веры перетащить его в свое тело и все. И все. Иисусу, когда у меня чего-то нет, неизвестно, даст, не даст, да? Сразу начинается самоосуждение. О, а я там согрешил, я это не сделал. Я тут вот и поехали, да? Много чего можно. Я еще жадный. Не сею в Царство Божье. Поймите, Иисус ничего, ничего не дает нам за заслуги. Да и заслуги это не наши. Вот это только благодаря Ему. Потому что если бы не Он, я бы сюда даже не приехал. Но Он любит вас. Любит меня. Он жаждет. Он жаждет явить свою любовь тебе. Он жаждет, чтобы ты прозрел и увидел Истин, познал Истин, и истинно сделает тебя свободным. Так не пытайтесь что-то заслужить у Бога. Просто примите, умолитесь, как малые дети. И примите, примите и все. Это совсем просто. И второе. Не заставляйте Бога делать то, что Он поручил вам. Он не сказал, я буду вас исцелять. Иисус ни разу не молился за исцеление больных Богу. Ни разу. Никогда. Ни разу. Откуда верующие-то взяли? Все молятся Богу за исцеление. Непонятно. Как будто слепые. А Иисус ни разу не молился Богу за исцеление. Ни разу. Ни разу. Он дал нам власть. Нам власть. Тебе. Тебе. Нам дал власть. Наступать на смеев и скорпионов. И на всю вражью силу. Он лев из колена Риудина. Послушай, если ты переехал в какую-то квартиру или дом, где жил бомжик. Там ужас. Вонище. Крысы бегают и тараканы. Тебе это понравилось? Нет? Кому понравилось? Есть такие? Нет? Ты, наверное, начнешь наводить порядок. Чистоту. Евроремонт. Или какой там американский ремонт. Ага. Наверное, крыс поубиваешь. И тараканов так же. Потравишь. Так или нет? Да. Конечно. Так если ты сейчас, ну вот представь, заходит, а многие боятся, чего-то боятся, страха, например, боятся, депрессии боятся, рака боятся, еще какое-нибудь заболевание. Это все трусы, это вот эти мыши, тараканы в твоем домике. Тебя родили родители. Вот это тело твое. Это дом твой. Это не ты. Это всего лишь твой дом. Слышишь? Ты этот дом можешь пощупать. Пощупай. Ну, потрогайте. Тело. Вы можете его увидеть, вы можете его потрогать, да? Ну, там внутри душа. Вот. Потрогать вы ее уже не можете. Понимаете? Но вы ее можете почувствовать. Подчувствовать. Увидеть, вернее, вы ее можете. Почувствовать вы ее можете, да? Я вам скажу, что вы сегодня будете исцелены. А вы не можете не исцелиться, если вы верующие люди и верите в Слово Божие. Аминь. Причем большинство из вас будут исцелены во время Слова. Так всегда на наших служениях происходит. Если вы действительно люди и верующие, вы должны исцеляться сейчас. Потому что написано. И Слово Ему сопровождалось чудесами и знамением. Аминь. Аминь. Поэтому вам не надо ожидать каких-то молитв, специального служения и освобождения. Для вас гораздо важнее получить Слово Истины. Поэтому вы сейчас должны исцеляться, если вы верующие люди. Понимаете, исцеление. Сейчас у вас у кого-то уже начнутся тепло, где-то органы. Какое-то там тепло появляется. Прикорение. Боль уходит. Да, у кого спина болит? Поднимите руку. Вижу вашу руку. Во имя Иисуса спина исцелена. Вся боль уходила. Вся боль уходила. Попробуйте так. Боль из шеи уходила. Поделайте вот так. И вот так. И вот так. И теперь делайте, не останавливаясь, пока у вас не уйдет вся боль. И не проявится полное идеальное исцеление. Уходит боль? А? Уходит? Уходит. Уходит? Ушла вся? Вся ушла? Нет. А? Так. Слава Богу. Вот так просто. Вот так просто. Исцеление это так просто. Понимаете? А что у вас было? Ходрос или грыжа? Нет. Нет. Важно не было. Но это застарелая. Застарелая боль. Сколько времени? 15-20. Лет 15-20. И сейчас что? Сейчас лучше. Не болит. Отличная исцеление. Отличная исцеление. Красная. Спасибо. Это называется проявление дара слова знания. И если Бог знает, чем ты болеешь, то сразу исцеляет. Аминь. В 15-20 лет у человека была боль. Застарелая. И сейчас Бог ее исцелел. Совсем просто. Послушайте. Это все так просто. Как слово сказать. Но верующие напридумывали. Сатана обманул людей. Что-то сложное. И наш плотской ум говорит. Ну как это так? Исцеление же. Если 15-20 лет болело. Ну как это? Ну это же все теперь пожизненно. Уже тебе до конца жизни. Уже все теперь. С этим умирать. И врачи еще наговорят вам кучу. Целый воз и малую тележку. Понимаете? И мы им верим, 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 верим. Перестаньте им верить. Они такие же люди. Я не против них. Но они сами не знают. Они могут исцелять. Они могут там что-то с таблетками или чем-то снять, полечить или сделать. Но они не исцеляют. Исцеляют Бог. Аминь. Аминь. Ну если Он сотворил нас. То Он же знает, как нас отремонтируют. Аллалюя. Аллалюя. Слава Богу. Таким образом, друзья. Вот душа. Вот. Разум. Воля. И чувство. Это наша душа. Аминь. И вот, как тело, так и душа, они никак не изменяются при рождении свежих. Понимаете? Они остаются теми же. Но весь вопрос состоит в следующем. Вам надо получить это откровение тех, кто не имеет. И до тех пор, пока Вы его не получили, Вы не можете быть утвержденными христианами. Вас все время будет погибать. Вас все время будут творящиеся мысли. Вас все время будет казаться, что... Ну, может быть, Вам нет, а вот мне так казалось, что в Библии очень много несоответствий. Очень много противоречивых слов там каких-то или местописаний и прочее, прочее. Я недопонимал всего этого. Я недопонимал, как это можно говорить обо мне, что, допустим, Иоанна 17, 23, что Бог меня любит точно так же, как Иисус. Ну, за что? И как можно меня любить? Я же по плоти иногда такие вещи не творил. Ну, как может Он любить меня точно так же, как Иисус? И вот, понимаете, или там, допустим, Евсянам 1, 18-19. Как бессмертно величие, могущество Его в нас. Где? Бог, где? Где это бессмертное могущество во мне? Где оно? Покажи мне, я его не чувствую. И поэтому я задавал тысячи вопросов до тех пор, пока я не получил это откровение. Я все время вот, жизнь обычная санузоида, да? То гора, то пустыня, то гора, то пустыня, да? У настоящего христианина жизнь может быть только вот так. И никак по-другому. Это все время по-восходящей. Это жизнь восхищения, сверхъестественная жизнь. Наслаждение Христовым. Наслаждение Христовым. Потому что Он все уже решил. Потому что я знаю, когда я пытаюсь делать что-то сам, своими усилиями, я трачу кучу времени, нервов, средств. И в итоге ухудшаю ситуацию. А не улучшаю. Хотя кажется, что улучшаю. Точно это действие мы и производим. Все время. Когда выбираем поступать по плоти. Аминь. Нам надо отказаться от этого. Нам надо понять простую вещь. Итак. Вот тот мерзкий человечество, который жил. Рожденное от плоти есть плоти. Рожденное от духа есть дух. Когда жил у нас ветхий человек, у него была греховная природа. Он формировал программу в разуме, в нашей душе. Программу привычек, навыков. Я эгоист. Я думаю о себе. Прежде всего для себя. Я сам там. Ну и так далее. Я. Я. Все я. Все для себя. И прочее, прочее. Естественно. Если у кого-то лучше, я завидую. Если у кого-то появилась третья машина, у меня еще первая только. Я начинаю сразу на Бога. Ну и так далее. Понимаете? И вот таким образом сформировалась программа мышления предыдущего человека, который жил в этом теле. Он арендовал его. Это был ветхий человек. Когда ты принял Иисуса Христа как Господа и Спасителя, в ветхий человек написано «Умер». Скажите «Умер». Со Христом на кресте дабы упразднено было тело греховное, чтобы нам уже не быть рабами грехов. Так написано? Да. Так он умер или не умер? Умер. Точно умер? Умер. Почему мы живем по программе его жизни? Это чужая жизнь. Послушай. Написано, когда он умер, я родился. Скажите «Я родился». От кого? А? Ну, кто-то говорит от Духа Святого, кто-то говорит от Бога. Это же одно и то же. Аминь. Написано, «Рожденное от Духа» есть кто? Дух. Скажи «Я Дух». Понимаете, первый Адам – душевный, второй – духовный. Аминь. Итак, «Я Дух». Тело без Духа – мертво. Так кто главный? Дух. Конечно. А что такое тело? Это дом, в котором я живу. Это пиджак. Я взял пиджак с гостю. Он. Он он. А я вот перед вами. А вот, вот мое тело. О, кстати. Обычно я с другим пиджаком хожу, потому что он чудодейственный. Что вы смеетесь? Его все прижимают ко всем местам и так далее. И получают исцеление. Я его сворачиваю и бросаю тогда, в особо тяжелые случаи, его уволят и тоже получают исцеление. Понимаете? Да, это же совсем просто. У вас ловцы есть, нет? Есть ловцы? Есть ловцы? Есть ловцы? Выходи сюда. Есть ли у кого-нибудь боль сейчас в теле? Есть боль? Выходи сюда. Нет, все не надо. Ну, пара человек. Брат, слушай, давай мы тогда другого кого-нибудь. Ты, похоже, не очень хочешь. Подходите. Не, ну ты продолжай, здоровайся. Подходите. Вы ловец? Вы ее ловить будете? Не, я пиджаку. А, блядь. Вот попал. Я имею в виду тот, кто будет ловить падающих. А, понятно. Это он тоже. Идет? Давай, я могу сделать. Давай, все. То есть, ты понимаешь? Тут муж ее сидит, так что? Муж, иди сюда. Все, ты уволен. Ну, хорошо. Раз вышел первый, тогда тоже оставайся. Иди, муж. Я ловец. Ты ловец. Да? Все, ты ее ловишь. Понял? Поближе. Вот так. Встала? Да? Что так в глаза? Удивленные делаешь? Это не астинь. Да, друзья. Столько разных теорий. Вот рассуждают. Все там. Где-то вот выискивают в Библии. А назад не падали, только вперед падали. А кто вам сказал? О чем говорит, когда, допустим, из Узки в Симанском саду, да, пришли стражники, и спрашивают Иисус. Он говорит, это я. А не раз и упали в Сидеться. Все, Бога! Вот вчера я у одного благословенного пастора в церкви же нельзя. Все, рассказывайте, показывайте. Хотя понравилось там служение. Потихоньку пригласили меня домой. Собрали родственников. Им тяжело такие вещи принимать, но я кое-что рассказал, показал им. Пиджака, правда, у меня с собой не было, но там сын у него. Я говорю, подушку сейчас брошу, поймаешь и получишь исцеление. Он взял, подушку поймал, упал и получил исцеление. Понимаете? Я делаю это только для того, чтобы сломать наше религиозное мышление. Понимаете? В другой церкви мы служим, там тоже такое же мышление. Я говорю, у кого есть боль, ну так же вот двоих. Она выходит, я говорю, сейчас пиджак сверну, брошу, он тебя снесет, ты упадешь. И вся боль уйдет. Веришь? Она говорит, верю. Раз, она упала, лежит. Вторая выходит. Я говорю, веришь? Она верю, но стоит. Раз ты же, она поймала его, ах, и все туда. Так вот вчера, жена пастора, как так? Я на всем служениях бывал, даже на грехида бывал. Меня никто никогда не мог свалить. А тут раз и все, я упал, я упал, я буду всем рассказывать, я упал. Аллилуйя! Бог чуден, нам не надо концентрироваться на этих вещах. Все, что я делаю для этого, не для того, чтобы показать какие-то фокусы или свою силу. Да, и такие вещи, конечно, бывали, когда я махал пиджаком и пол церкви падала спокойно. И вы можете это увидеть на видео, например, служения в Литве. Понимаете? Без проблем. Этим самым я делаю только одну вещь. Пытаюсь ломать это религиозное мышление. Пытаюсь отвлечь отвлечь людей от двоящихся мыслей. Настолько губительно действует у нас влияние и идет двоящихся мыслей. Иакова 1, 6, 8 говорит, человек с двоящимися мыслями не тверд в своих путях. Да не думает он, что ему получить от Господа. Аминь. Нам с вами надо понять простую вещь. Если Бог сказал в своем слове, то это истина. Кто в это верит? А кто не верит? Но если это единственная истина, тогда все, что противоречит этому, это ложь. Согласны? Согласны? Это ложь. А почему мы так охотно верим в ложь? Почему мы так упорствуем, совершая постоянно самый тяжкий, самый мерзкий, самый богохульный грех? Недоверие Слову Богу. Подавляющее большое Слово христиан так и живут целыми днями. Тысячи раз за день совершает самый тяжкий грех. Ведь что сделала Ева? Она не доверила Слову Бога, но доверила Слову Сатаны. Так так было? Кто с этим согласен? Поднимите руку. Это так было. И вот верующие каждый день, все время, только этот грех и Твоя. А в это время послушай, перестань вообще этим заниматься. Мы никого не видим по плоти. Иисуса видели по плоти, теперь не знаем Его по плоти. перестань совершать этот грех. Если Иисус сказал, что ранами Христа ты исцелен, значит ты уже исцелен. Ты и сейчас исцелен. Аминь? И неважно вообще, никакого значения не имеет, что ты чувствуешь, что ты видишь, что тебе врачи говорят. Изменилось что-то или нет вообще в твоем теле? Ушла боль или не ушла от боль? Вообще никакого значения. Тебе надо получить от Отца это откровение. Почему? Потому что когда ты родился от Бога, вот твой Дух новый, новое творение, созданное во Христе Иисусе. Пойми, 2 Коринфянам 5.17 написано, древнее все прошло от того предыдущего мерзавца, который жил вот в этом теле, ветхого человека, ничего не осталось. От него ничего не осталось. Я не брат, не слад, не правоприемник его. Я просто совершенно новое существо. Абсолютно новое существо. Я сын Бога живого. Я не несу никакой ответственности за того предыдущего мерзавца, который жил в этом теле, который был грешником, который имел греховную природу, который сформировал в душе вот эту программу недоверия Слово Богу. И сейчас выбор за мной, что я буду делать. Я настоящий Дух рожденный Богом. Что я буду делать? Я буду продолжать жить чужой жизнью по этой мерзкой программе, которая заражена вирусами, троянами, понимаете? Она убивает компьютер. Она убивает тебя. Ты думаешь, что ты лучше себе делаешь, а на самом деле ты хуже делаешь. Ты производишь смерть в своей жизни. Тебе кажется, что ты лучше делаешь, но ты производишь смерть в своей жизни. Тебе надо отказаться. Тебе надо вытравить эту программу, стереть ее, выкинуть быстро из компьютера, иначе он полетит. Иначе есть компьютер, и что же? понимаешь это или нет? Откажись от этой программы. Тебе надо заменить на программу Слова Бога. Аминь. Итак, расслабься. Дух Святой джентльмен, он не толкает, не бьет в лоб. Нет, конечно, когда бесы, бесов я гоняю, добью в руку. Да? Так у тебя уже боль прошла? Прошла? А то что ты исцелил? Не дождешься пиджака моего. Он новый, я первый раз сегодня одел, поэтому стою, думаю, бросит, не бросит. Лучше так, Иисус, ее исцеление. Лови, получай исцеление силы Духа Святого с огнем Иисуса. Я исцелена. Аллилуйя! Аллилуйя! Говори. Я исцелена. Так что? Я исцелена. Я исцелена. Громче! Я исцелена. Слава Иисусу! Слава Иисусу! Вас знайте клалу Нашего Господа. У меня правое колено перестало болеть. У меня неделю сухожилие, и правое колено болело. Сейчас не болит. Аллилуйя! Тоже правое колено немножко болело, перестало болеть. Аллилуйя! Вы знайте клалу Нашему Господу. Да! Вы знайте Нашему Господу. Он царь. Даже в пиджак не пришлось бросать. Исцеляются все. Аллилуйя! Видите, как просто. Аллилуйя! Во имя Иисуса Христа. Будь исцелена. Прямо сейчас. Смотри на меня. Тебя как звать? Каба. Как? Каба. Каба? Каба. Габриева. А, Габриева! Отлично, Габриева! Она русский язык понимаешь? А? Хорошо понимаешь русский язык? В Литве у нас был здесь вот был пастор Каститис. Мы со Светой общались с ним. И я рассказывал как раз такая девочка, но чуть повзрослее. У нее один глаз зрачок от рождения. Был искаженный и она ничего не видела. Зрачком. Не ничего, а свет видела. Свет видела, но не различала кремля-то имя. И мама подвела ее, попросила, говорит, ты помолитесь, помолитесь, пожалуйста. Я говорю, пожалуйста. Я помолился, Бог дал ей новый класс, она стала им хорошо видеть. и я сказал пророчество, будешь исцелять больных. Аминь. Ты хочешь исцелять больных? Да. Слава Богу! Видите, как просто. Вот там у ребятишек. Пока не умолитесь, как дети. Слышите? Надо умолиться. Вы живите, вы не ожидали. Вышли, что-то тут, я даже и не молился за вас. Вы получали исцеление. Аллилуйя! Ну чуден же Господь. Аминь. И вот я сказал ей, будешь исцелять больных. На следующий день, как раз я вот занимался такими же вещами, я говорю, первый, кто у кого есть сейчас любая болезнь изделия, выбежит, получит исцеление. Одна женщина вскакивает веком на сцену. И за ней ползала его сидеть. Теперь сидеть. Друзья, первый. Первый. Шаждать надо. Надо шаждать Господа. Шаждать, понимаете? А у нас получается так. Ну, вот я пришел уже. Давай, Бог, меня исцеляет. Если хочешь, если твоя воля, ну и так далее. Разные такие интерпретации. Вот. Как будто ты не хочешь. Поэтому я удивился, когда Иисус пришел в эту купальню, там тысячи больных людей. И он подходит к единственному человеку. Он не стал, не бросился все тысячи исцеляет. Потому что у верующих сегодня извращенное понимание вообще Иисуса и Писания. Они думают, что Иисус прям только и мечтал. Ночью ворочался, как бы утром исцелить вообще всех подряд опять, весь Израиль. Да ничего подобного, и близко даже не было. Часто он просто приходил в какое-нибудь селение, почитайте, шестую, седьмую, восьмую, главу Аммарка. Он не только в Назарете Неверии не мог исцелить никого. Он и дальше, и в Евсаиде никого, и в других городах никого по одному человеку брал, выводил из этого просто адского духа неверия. Исцелял и говорил этому свякому из Евсаиды, все, сейчас ни в сумме ни с кем здороваться. Не заходи в город так-так окольными путями, быстренько домой, в тихушку, чтобы никто не знал. Потому что если только ты с кем-то встретишься, все, они тебе наговорят, да ну, да разве можно слепому исцелиться? Да разве можно, чтобы глаза встали на место? И это же невозможно. Это же невозможно. И все, и глаза снова вернутся на место. В смысле, у нас один мальчик, не мальчик, парень, у него глаз смотрел назад. Не просто немножко, а назад смотрел. И у него ухо было, барабанная перепонка полностью отсутствовала. Так что ветер заходил, и он внутри головы чувствовал. Я помолился, Бог ему сразу дал новую перепонку. Наше служение, в принципе, ну, трудно, трудно придумать какое-то чудо, которое бы не происходило. Акты чудотворения масса самых различных. Появление новых органов, растворение каких-то металлических частей, протезов и так далее, и там подобное. Исцеление от раков, нескольких там, и последние стадии, и спида, и ничего только нет. Остановка там, бурь всяких, пожаров. Ну, в общем, все как по писателям. Ну, не совсем вот прям так. Потому что каждому из нас надо совершенствоваться, совершенствоваться. И там, где подготовлено, вот как в Литве, они там полгода смотрели уже мои служения, там исцелены практически все вы. Два человека подняли руки, кто не получил исцеление от какой-либо болезни. Они потом вышли, помолились, они тоже получили. Поэтому Бог исцеляет от любой болезни, а может налить. От любой болезни. Поэтому не сиди, не думай. Ой, я на коляске, я всю жизнь посидел на коляске, как я пойду? Пойдешь, куда ты денешься. Если в руки Божьи попало, ты же видишь, чудеса происходят. Бог, милый слифон, хочет, чтобы ты ходила. Аминь, святые. Поэтому нам надо вот этот дух неверия сейчас загасить. Чем я занимаюсь? Эффективно проходит служение исцеления, когда я на одном месте служу три-четыре дня. Потому что не вопрос вашей веры. У вас вера вся, весь Божий вид веры, вот если ты рожден от Бога, то ты Сын Божий, настоящий, точно такой же, как Иисус. Точно такой же. Точно такой же. Только поэтому Иоанн 17,23 он говорит, я люблю тебя точно так же, как Иисус. Потому что за то, что мы по пути творим, вряд ли нас сможет так же любить. Аминь. Ведь он нас ведет. Но вот в духе ты рожден от Бога. Ты абсолютно идентичен к Христу. На сто процентов. Именно об этом говорится уже не я живу, но Христос. жизнь моя. И вот здесь, Галатам 5,22 все черты, все качества Бога в тебе, в том числе вся Божья вера, способная воскресить любого мертвого, поднять любого человека с коляски и так далее. Понимаете? Я учу людей и они сами начинают совершать чудеса. Уже там на второй, на третий день служения. Так, в чем же проблема? Почему я не могу исцелиться? Потому что есть неверие. Наряду с верой есть противовес. Вот здесь он сидит. Вот здесь. вот в этой программе неверия, которая сформирована предыдущим человеком, основой которого является греховная природа. Она не верит в Слово Божье. Не верит. Так вот, задача моя на этих служениях сломает сопротивление, эту программу, уничтожить у вас в голове. уничтожить этот злой дух неверия. Потому что сегодня в Церкви это дух неверия. Это на заре. А я представляю, служение Иисуса это вот какого-то волшебника, экстрасенсов. Как я говорю, если ты любил по три килограмма каждую ночь сало кушать, но пришел, и говоришь, Иисус, ну-ка, давай, быстро, чтобы всех последствий я хочу по 4 килограмма. То вряд ли он будет исцелять тебя. Слушай, поэтому мы должны иметь и мудрость, и разум, нормально использовать. Но здесь все в тебе есть. В тебе есть уже божественное здоровье. Уже все решено. И вот этот парень, я помолился за него, и Бог ему сразу дал акт чудотворения, у него появилась новая барабанная перепонка, и он абсолютно хорошо стал слышать. Например, в Санкт-Петербурге там у одной женщины сделали операцию лет 30 назад. Это все навидевались. Лет 30 назад ей даже кость выдолбили здесь, там опухоль какая-то была у нее. И не было ни барабанной перепонки, ни нервы, и чего-то там только не было. И Бог чудом, мгновенно все это произвел, но у нее стал идеалистом. и там у трех человек вот как раз был металлический стержень. Понимаете? Идеально страффор исцелил его ухо этого парня. И я молюсь за глазом. Этот глаз встал на место. Две секунды и назад стоя твои месть Иисусу глаз ввери и назад он снова раз встал на место. Три-четыре секунды раз и назад. Почему? Потому что включается плоское мышление. Как это может быть? Всю жизнь вот так от рождения и тут вдруг глаз на месте. Вот это наша это плоское вот это программа вытравить ее. Вы не можете дальше по ней жить. Вот это главное то, что я хочу донести до каждого человека в мире сегодня. Потому что верующие не понимают, что жить так нельзя. Что это смерть. я говорю ладно брат не хватает у тебя возможности это неверие загасить раз ты не можешь удержать этот пас тоже. Я говорю свидетели вот вы видели что у него глаз встает на месте. Все он стоит на месте три-четыре секунды все и потом назад. Не хватает у тебя сейчас. Ну ладно Бог милостив сегодня ляжешь спать ночью Бог как очень такие сложные случаи исцеляли. Утром встанешь первое что сделай подойди к зеркалу и увидишь твои глаза прямо глядящие. И так и произошло. Слава Иисусу. Аминь. Как ни никакого нет сомнения что сегодня я помолюсь и у него глаз встанет на место. Аллилуйя. Самое главное нам нужно чтобы вот этот дух неверия изгнали понимаете духи это все дух страха дух рака это самые пугсливые существа на земле представляете вот такой лев появился здесь в комнате он голодный он есть хочет и вдруг он увидел маленькую маленькую мышку что он здесь сделает что он здесь сделает будь ты здесь я воюнусь рак это же задельно так говорит лев вести себя нет он ее раздавит слышите он ее проглотит ее соплет в паршок там зубами чем-то и так далее аминь послушаем тебе этот лев живет сколько можно с этой депрессией или болезнью коляской мириться по имени Иисуса послушай пусть тебе загорится сейчас огонь 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 силы Духа Святого перестань мириться с этими болезнями депрессиями проблемами отверженностью обидой непрощением они не твои они чужие они здесь вот в этой программе это чужая жизнь это не твоя жизнь а ты есть Дух в тебе этого нет в тебе есть Галатом 5.22 любовь радость мир долгое терпение милосердие и так далее только это в тебе есть но я же этого не чувствую так ты поверь ты поверь что это в тебе есть начинай поступать так по духу и тогда не будешь исполнять вожделение твое аминь у нас я обновлю уже заканчивай аминь